Сериал создан по мотивам реальных событий. Отдельные персонажи, имена, названия, инциденты, локации и факты придуманы с драматическими целями. Любое сходство с именами, характерами или историей кого бы то ни было, не преднамеренно и случайно. Всем привет! Или доброе утро, или доброго времени суток. Хорошо, солнышко, лето наступает. Очень много работы, очень много работы. Поэтому выпуски редкие. Плюс катаюсь уже по разборкам, покупаю двигатели, покупаю... Ну, короче, много чего покупаю. Надо доску еще купить магнитную. В общем, будут курсы, буду даже небольшой сценарий, небольшой написать, как сценарий. То, о чем надо будет рассказать. Вот. Я хочу сделать курсы в формате такого, чтобы они были максимально полезны новичку. И все равно минимально, но полезны старичку. То есть мы будем сначала расскажем, что такое вообще стиральная машина, принцип ее работы. И расскажем принцип работы определенных марок. LG, Electrolux. Потому что у всех есть свои приколы. Давайте так скажем. От этого зависит качество диагностики. Вернее, ее правильность. Вот. И потом, допустим, первый ролик. Как измерить тен. Какие тены бывают. Покажу тены живые и неживые. Мертвые, полумертвые. Как они себя ведут. Как ведет себя сопротивление, изоляция с увеличением температуры. Какой формы, геометрии, мощности. Что на что можно менять. Что на что нельзя менять. Также возьму 10 движков, покажу межвидок, покажу отмирание ламель там. Ну и так далее, и так далее. Короче. А, как их диагностировать. Как диагностировать тахо. Как запускать движки с разным количеством клемм. Как запускать асинхроники. Какие инвертора. Ну, короче. Информации будет реально очень-очень много. Все, что в моей голове. Естественно, какую-то информацию я пропущу. Потому что, ну, все невозможно будет. Вот просто банально. Я забуду что-то сказать по-любому. Но будут прям очень серьезные курсы. Исходя из опыта. И прям на практике будем показывать тот или иной там движок. Как диагностировать клапана. Ну и все остальное. Возможно, многим что-то будет полезно. То есть, как я это вижу. Как я хочу это преподать. А сейчас же еду на ремонт Баша второго поколения. У меня на канале не было таких видосов. Потому что я второе поколение не люблю. Уже не люблю. Раньше его столько сделал. Что, в принципе, опыта вообще ремонта хватает. Но, тем не менее, для галочки, для канала мы сделаем такой видос. Сейчас я уже везу готовую плату. Ошибка у нас была Е1 по нагреву. Сейчас я везу плату на установку. Но это мой подписчик в YouTube. И я попросил его, давайте хотя бы сниму по посудомойке второго поколения. Расскажу основные проблемы, поломки или вообще какие они бывают. И почему я уже стараюсь их не брать. Я думаю, видос будет интересен. Потому что все равно второго поколения достаточно много. И мы его ремонтируем. И о третьем у меня прям полтора часа ремонта. О втором у меня ничего нет. Ну вот, вкратце расскажу, что да как. Все, увидимся на закат. Установлю плату. Ну, плату уже проверили. Так. Установили. Соль, ну, вообще, соль нужно засыпать. Но с учетом того, что она столько лет проработала без соли. Да, вообще не разу. Да, и тентом в идеальном состоянии, и все у нас хорошо. То, возможно, и не надо. Но я бы все равно засыпал. Все, я купил просто. Я прочитал, вот, и ваши там, и все говорят, что соль просто рекомендует, как домашенька сама срабатывает, в том числе того, что... Да, я все равно рекомендую. Понятно, это там старая надежность, тут все надежно, тут все как бы и так работает. Так, подключаем. Тут у нас все по фишкам. Перепутать нельзя, если только не сломать фишки. Не фишки, а ключи. Тут у нас все по ключам. Все должно легко заходить. Кофейку не дашь? Нет. Кофейку... Ну, хотя можно, кофе можно. Ну, так надо, конечно, я тоже кофе. Да. Мытые вручную, да? Так, блин, не вижу ключей. Так. Так, модуль у второго поколения находится практически всегда вот здесь. Есть еще судомойки, я называю это второе, переходящее поколение, где она как бы, дисплей как будто уже, ну, короче, это дорогие, серия Logic, где дисплей как будто как у третьего поколения и модуль находится вот здесь, как у третьего поколения. Так, в целом, всегда модуль находится вот здесь вот. Так, все у нас здесь работает. Все подключил. Можно выключать, можно тоже снова выключать. Сейчас я закрою ее. Да, не так. И расскажу у вас, что у нас здесь есть, что здесь. В целом. Сколько лет у нас посудомойки? Так, посудомойка у нас 2008 года. В среднем третье поколение ушли до, вернее, второе поколение шло до 2010-го. 2010-й год, это будет, это год переходящий как второе и третье поколения. Можно нам встретить еще, по сумме, в 2011-м году второго поколения, но позже я вроде не видел. Хотя, с другой стороны, третье поколение я видел уже с 2010-го года, поэтому смотря на что вы попадете. Но второе поколение от третьего очень легко отличить. Во-первых, дисплей всегда будет вот такой вот, с маленьким экранчиком. Во-вторых, вместо диспенсера посередине тут вот такой со шторкой и он большой. Вот, тут белая чаша большая, ну корзины там это сложно будет поменять. Я обычно по фото, вот такое фото с фасадом, уже понимаю, что передо мной. Второе или третье поколение, вот такой значок, как обычно у них есть. Сейчас дособеру, фасад надену и включимся. Ну вот, как-то вот так вот, купа, она сначала работать. Ну, у нас было много раз, что пена болела прямо аж, ну понимаешь, да, переваливала. Он говорит, что могло это самое. Ну, это фауцука, это ремонтируется. Это очень хорошо, это очень хорошее. Это ремонтируется и замок тоже есть. И есть, да, то есть? Да. Все туда делится, да, я помню, кого мне вызывать, если что-то случится. Тут все хорошо. Она не надо, сначала зашел в ту дверь и только потом... Да, 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 она появится, нажимаем и она работает. А здесь вот просто пиксели выглядели, но мы уже не обращаем даже внимания. У них есть такая болячка, можно сказать. Все, тогда их признать, я буду ее вызывать, когда... Это делаем, без проблем. Там очень много стареньких, а я официальных вызвал из... Ну, раньше они были официальные, которые на Варшавке сидели, на пересечении Варшавки с Каширкой, ну вот в этой развилки они, они мне тогда помогли, у меня замок сломался от старости, ну понимаешь, да, пластик вот этот вот, который... Крючочек, ладно, не буду ты мешать. Ну да, я, я, я... Вот, крючочек, и мне там замена двери 30 чем-то, тысяч одни объявляли, там еще чего-то. Ну да. А я им официальный сервис не могу, ну что, 500 рублей этот крючок стоит. Я его сам поменял и всем. Не, ну официально это все цены, они такие. У них все это официально якобы. Ну хотя... Нет, я говорю, официально позвонил в сервис, они 500 рублей за этот крючок просто... А-а-а. А это те, которые вот такие, знаешь, которых много там Айсберг. Которые много, да-да. Да, Айсберги, фига, все. Айсберги это очень... Да-да-да. Ребята популярные вообще. На каждом заказе про них слышу. Че, че слышу после них я... Ну, по-другому ты довелываешь, все переделываешь. Ну, раз в 10, честно, точно было. Вот когда мне говорят, были мастера Айсберга, все, я уже... Ну, у меня такого, я не помню, на канале нет, но... После них реально нужно контент с ним, а что они там делают, ребята. Причем все поголовно. Ну, понятно, да, они уже цены. Так, ну что, все установили. В принципе... Так, проблема у нас была здесь. Е1, то есть не греет. Вообще, в силу своего возраста, у этих машин очень много бывает проблем. Они достаточно надежные. Из-за того, что они достаточно надежные, то есть люди... Она просто работает, 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 и в какой-то момент отваливается не только одна запчасть, может быть, две или три. Давайте я сейчас расскажу о основных проблемах, какие бывают здесь. Переворачивать ее не будем. Это связь с атмосферой, понятно дело. Но, в целом, посмотрим, что у нас здесь. Смотрите. Если мы сюда заглядываем, у нас везде тут, видите, чистота. Блин. Фонарик сел. Короче, у нас чистота, но там немножко... Ну, это фигня, что там есть. То есть, отсюда иногда он потекает. Смотрим на рез насос и на потеки. Рез насос уходит в межвиток. Бывает такое, бывает, просаживается конденсатор. Это асинхроник. Конденсатор очень редко просаживается. Уходит в межвиток. Почему? Сальник начинает дубеть, пропускать воду. Обычно, когда я вот так смотрю и вижу окисленный алюминий, то все. Это значит, сальник пропускает в воду, и вода попадает сюда, уходит в межвиток. То есть, если она у вас не поет, гудит, и вот этот насос гудит, греется, но при этом рез живой, то движок в межвитке. Нового его нет. Ну, новый есть и есть. Он, наверное, 1025 будет стоить. Обычно на разборке в хорошем состоянии тысяч за 6-7 можно брать. Также у него разваливается крыльчатка. Ремкомплект продается. Меняется сальник и крыльчатка. Это проблема здесь. Можно сказать, проблема номер один. Вторая проблема, тоже очень редкая, это ТЭН, накрывательный элемент фирмы Ирка. Я его проверил, с ним сейчас все хорошо. Обратите внимание, что тут вот такие вот стопорные кольца, как у Мили. И вот здесь вот идет мембрана. Мембрана, для чего она нужна? Она нужна, мембрана, и вот здесь вот такой шток. Когда машинка моет, шток давит на вот этот вот микрик, и разрешает пойти, то есть разрешает ТЭН угреть. То есть это, можно сказать, защита. Просто так ТЭН не включится, если она не будет видеть, не то что воду, а просто давление воды. Потому что если вода, то есть воду она определяет по прессу, то есть нет такого понятия, как здесь инверторный мотор, то есть она измеряет сопротивление, поэтому может добавлять воду. Вот она просто залила и залила, все. Если она вдруг воды не долила, то нужного напора, нужного давления не будет, и ТЭН у нас включаться не будет. Поэтому защита тут есть, технологии, естественно, тут есть. Все тут в этом плане хорошо. Они выпускаются там, блин, ну с 95-го года эти машинки выпускаются, так что все давно и так придумано. Поэтому проверяем ТЭН, достаем этот микрик, проверяем микрик, и бывает, что вот эта мембрана от времени тоже начинает течь, вот здесь вот бывает протекать. То есть можно сказать, что это одна проблема, но редко, но опять же проверяем ТЭН, проверяем этот микрик. Защелкиваем, чтобы у него сопротивление было нормальное. Пружины, пружины тут не рвутся, в отличие от третьего поколения. Их я ни разу не менял. Так, дальше. Здесь от возраста вот эта прокладочка высыхает иногда. Сюда этот диспенсер попадает водичка. Водичка попадает там на микрофишку и стреляет это все на модуль. То есть если вы приходите на такую машинку, и она не включается, то поверьте мне, просто так этот модуль не умирает. Либо у вас замена диспенсера, либо у вас замена, то есть распределитель потоков шестеренки, там тоже сальник дубеет, попадает водичка на мотор, то есть прилетает сюда, проц умирает, и обвязка. Либо по диспенсеру, либо по распределку. То есть просто так очень многие мастера ищут душные модуля, но не устраняют саму причину. Меняют модуля, она работает какое-то время, снова течет, снова взрывается. Ремонт этого модуля, ну, блин, вообще по-разному, но в целом 10 тысяч меньше 10 тысяч не рассчитывать. Замена процца это и то, как там мастеру. То есть если вы меняете тут проц, меняете там диспенсер, такой ремонт в 20 тысяч он обходится вот пальцем щелком. Поэтому не всегда он даже целесообразен, если вот это и вот это, и еще там что-то еще. В данном случае машинка у нас около идеальном состоянии, поэтому я вообще это не ремонтирую, просто в свое время бывает так, прихожу, поменял там сливной насос. Проходит полгода, потекла у меня мембрана. Потекала миграна, еще проходит полгода или год, не включается. Все, я уже человеку говорю, все, хватит ремонтировать, она уже умирает, машинке там 17 лет, как бы, и с тех пор я практически перестал брать вот эти посудомойки в ремонт, потому что не всегда имеет смысл на них приезжать, потому что бывает больше, чем одна проблема. Так, здесь все по этой части. Ну, бывает, опять же, от времени ржавеют корзины. Опять же, я же говорю, тут случай около идеальной, ну, вот какие-то кусочки есть, но бывает, прям, что через лет 10 они ржавеют. Если нижнюю корзину можно взять от третьего поколения, то вот эту все ищут буш, но ее просто нет. Здесь у нас купол, здесь можно вот так открутить торкс, достать вот эту и почистить сливной насос, и все туда что-то попало. В плане обслуженной все неплохо сделано. Так, смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас теплообменник. Теплообменник, как я говорил уже, боже, давно придумали. Так, это у нас шток. Вот так он замыкает, вот этот микрик, и срабатывает защита от протечек. То есть, вон он там поплавок, поплавок, вон он. Он поднимает вот этот шток, она поднимается и замыкает. Это у нас что-то типа пресостата, то есть камера перелива. Если, допустим, вот этот клапан, да, вот этот вот клапан, вечно открытый и заливает воду из теплообменника. Вот вода теплообменники, потому что мы ее тестировали, да? А нет, вот она, вода в теплообменнике. Вот уровень сейчас у нас такой. Так вот, переливает, переливает, и когда у вас происходит перелив, то есть у вас вот этот поплавок вот так поднимается вверх, вот так вот. Короче, вот он поднимается и срабатывает система защиты. То есть она откачивает эту воду. Откачивает там воду. Ну, понятно, когда срабатывает защита, всегда срабатывает сливной насос. Сливной насос точно такой же, как на Bosch Max 5, только с кренчаткой другой. Ну и форма чуть другой. То есть он тоже сам по себе умирает. Не обмотка его, а износ центровика. Давайте так скажем. Дальше. Бывает так, что она заливает, и вот так, то есть, вот она заливает, здесь у нас шестеренка выдавливает. Вот он. Да. Он там, короче, она его выдавливает, и когда у нас в таком вот положении, она заливает, клапан открывается, все у нас хорошо. Бывает так, что она вот так заливает, 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 заливает. соответственно здесь вы смотрите вот это вот этот микрофишку она бывает окисляется сейчас естественно его посмотрел все то же самое вытаскиваете щупы пуск ну нажимаете на кнопочку вот эту и смотрите чтобы сопротивление было до 1 ома если что все это меняется без проблем также бывает так что когда вот это вот трубка вот это вот покрывается жиром то есть она сливает но у нее происходит стопор стопор воды то есть сечение уменьшается и залив воды затруднён то тоже вот здесь вот достаете все это чистите из-за напора тут видите немножко какие-то отложения но это как бы мелочь обычно вот это все вот эта камера бывает камера присостав давайте так скажем забивается там ну черная про полностью черная становится забирает забивается плесенью грязью накипью и все так далее то есть вы переворачиваете вот раз два болта снимаете и вот эти вот штуки снимаете снимаете теплообменник и вот это все достаете вот эту камеру и чистить ее вот эта камера присоставка перелива камера распределитель потока воды давайте можно так даже сказать то есть он тоже требует свое внимание то есть смотрите т.н. я уже назвал где-то четыре причины что тут вообще может ломаться дальше заливной шланг практически никогда его не менял не ломается тут у нас антисифон то есть тут все сделано плюс-минус вот видите связь с атмосферой то все сделано как да как из на современном баши такой чуть-чуть все по-другому это у нас клапан регенерации с ним ничего не бывает это заливной клапан у ваша в теплообменке третьем поколении он вот здесь такой либо синий либо розовый нажимает и сливает воду здесь этот клапан вот он через соль пропускает себя он здесь грибок 3 на второе поколение нельзя поменять этот клапан и сеного покупать тоже 45000 супер дорогой что я с ним делаю его вытаскиваю обычно у него шток металлический там он ржавеет и когда он ржавеет он либо вечно вот так ну то есть на него напряжение он открылся и вечно эту воду подает и опять же проблемы с нагревом от этого бывает она лично воду подает воду она сливает когда заливает новую воду она залила заливает сразу в камеру и немного то есть не полный теплообмене как тут он же как-то льет 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 потом вот здесь вот происходит перелив вот эта печь так открывается и клапан из-за того что вот этот микрик открывается вот так перелив происходит вот здесь вот поплавочек поднимается и из-за этого это шестеренка крутится И из-за этого команда в модуль подает, что тут перелив, значит тут уже много воды Тут расходометра нет, видите, фуллометра Тут много воды и включается вот этот клапан на залив воды из непосредственно теплообменника Ну так вот, вот этот грибок он банально ржавеет Что я делаю? Я его достаю и сам шток чищу наждачкой А если куда шток вставляется, посадочное место, то у меня специально для этого такие надфили И я надфиль, вот видите, они ржавые, потому что я вот так его чищу, посадочное место Плюс пружинка такая, сейчас я не буду доставать, потому что просто можно сказать обзор И этого достаточно Ну давайте вот на примере вот этого клапана я покажу Потому что клапана практически одинаковы Форма другая Вот такой же клапан, вот здесь вот грибок Вот здесь видите, у меня куча всяких разных микриков валяется И... А где мой грибок? Короче, вот здесь вот вставляется грибок, ну просто заоткрывается Есть и третье поколение, тут видите, уже пластмассовый Здесь он металлический Вот этот металлический клапан, шток, вы должны чистить Здесь есть пружинка Вот она, эта пружинка тоже ржавеет, вы ее чистите и вот так ее растягиваете Растягиваете, чтобы она создавала напряжение Вот здесь вот сейчас пластик, а там вот здесь все ржавеет Надфилем берете вот так, чистите То есть вот этот грибок, вот этот клапан На каждом заказе проверяете Из-за него не греет, из-за него не заливает Из-за него, вот видите, я без этого собрал, он упал То есть из-за этого клапана очень много проблем Не доливает, значит не греет Вечно заливает, значит не моет, нет давления Там вечно заливает и сливает Бывает так, вот она залила воды, потом начинает закачка Вот здесь вот постоянно сливает воду Вот здесь вот постоянно сливает воду Не заканчивает режим, очень часто из-за этого Вот просто не заканчивает режим Из-за этого клапана очень много проблем Банально нужно его вытащить, ну наобок переваренуть Достать, вот здесь все почистить Обмотка тут у меня ни разу не ломалась То есть иногда я менял, это если человек там скажет Хочет новый, ну в основном я его чищу И там больше чем 5 лет, на него хватает Если правильно его почистит Микрики я тоже меняю Вот так вот Там еще у нас есть, если сюда посмотреть Вот он обменит и там, ну я не вижу То есть ТЭН, куда вставляется ТЭН, посадочное место Это некая вот такая вот лодочка И в этой лодочке распределили потоков И датчик НТС стоит Вот распределили потоков, я говорил Сальник высыхает, течет С датчиком НТС, с датчик температуры С ним ничего не бывает И в эту лодочку уже заходит сам рец-насос Рец-насос заходит через саль... Не саленблоки, ну да, можно сказать Через сальники заходит И эти сальники тоже высыхают банально от времени А вот он, видите, вот она лодочка Вот он заходит, вот эти сальники Бывают тоже высыхают Бывает, что вот он, пусковой конденсатор стоит Бывает, что сливной насос с улиткой Тоже через сальник соединен Этот сальник, ну, тоже высыхает Высыхает, рвется вот так вот Покрывается маслянистой пленкой Тут вроде все нормально, но видите, походу Вот здесь мембрана, ну так, чуть-чуть как бы устает Пока что не течет, и это хорошо, но чуть-чуть устает Ага, вот, нет, вот так здесь Вот он, датчик мутности стоит А вот он датчик Блин, не видно Вот он, распределитель потока стоит Вот видите, выше Да, у меня ограничено Вот он, чтобы его надо поставить Датчик мутности и датчик Вот он прям, вот она, фишка идет Вот она, вот на нее сейчас навожу Вот три контакта Вот датчик мутности сверху, вон фишечка Это распределитель потоков Распределитель потоков у Боша всегда был На то он и Бош Ну, в общем, все Поэтому бывает так, что приходишь У тебя сразу и крыльчатка отвалилась И вот этот клапан заржавел И вот этот пресс у тебя в этом И, соответственно, сумма ремонта, она увеличивается И ты не знаешь Ты не можешь разобрать вот этот актуатор Посмотреть его саменько Потому что если ты его разберешь Ну, тяжело его собирать Давайте так скажем Ты не будешь просто так снимать вот эту всю фасад Чтобы смотреть, что там резинкой Если делать хорошо, то на заказ уходит там 2-3 часа И бюджет, естественно, может увеличиться Можно и это сказать, и это, и это Поэтому в целом я эти посудомойки стараюсь как бы избегать Ну, потому что время все-таки идет В данном случае, конечно же, все хорошо Все, я тут вообще ничего не делал То есть я проверил тен, проверил микрик Проверил вот эти микрики Достал клапан Все, все хорошо Тут, видите, чистота, ничего не ржавеет Достал блок Там у нас отгорела Ну, не кольцевая трещина Да, именно прям обгорела ножка этого Ножка реле И у вас тоже может быть два случая Либо отгорает ножка реле Это дешевый ремонт Либо отгорает ножка реле И плазмой задевает другие дорожки Другие узлы Это будет дорогой ремонт Поэтому тоже как повезет Давайте так скажем Все, если подводить итоги Что здесь ломается В силу своего возраста Опять же, вот я много говорю То-то-то ломается Но вот машинка 2008 года Сколько это лет? 15,5 15,5 лет Ни одно третье поколение не прослужит 15,5 лет Особенно в современной посудомойке Больше 5-7 лет Я всегда говорю, не рассчитывайте Тут 15 лет Естественно, если даже что-то тут ломается Мы должны понимать, что это просто возраст Теперь смотрите Актуатор Течет Диспенсер течет Тен ломается Мембрана рвется Сальник Крыльчатка Мотор ломается Сливной насос Он везде ломается 6 7 Микрики вот эти окисляются 8 Присостат забивается 9 Очень частая проблема Это клапан 10 Сальники банально там тоже текут 11 Ржавеют корзины 12 Ну, модуль тоже Потому что что-то умирает Модуль тянет То есть, смотрите 13 поломок Наиболее частых Которые Ну, я в свое время Их очень много сделал Все тут делал Вообще Все менял Все И вот на каждой заявке Может быть все, что угодно 13 поломок Если сейчас Третье поколение брать Это мы меняем Рец в сборе Это ошибка Е24 Е09 То есть, одна поломка Да, рец поменяли Дальше Е15 Кстати, тут Е15 Не бывает Он не течет Как ни странно То есть, прокладочка меняется И актуатор течет Это третья поломка То есть, в современной посудомойке Бош По сути, три узла меняются То есть, три поломки Может быть Это либо меняем насос Либо прокладку Либо актуатор Все остальное Супер-супер редко Практически никогда А тут я назвал вам 12 причин Поэтому С точки зрения ремонта Целесообразности ремонта То третье поколение Конечно же Легче ремонтировать Но не сказать, что дешевле Просто легче ремонтировать И все Вот Хотя, если менять прокладку То Или актуатор То вообще-то да Вообще-то дешево А тут может и то, и то, и то То есть По факту Она, конечно, надежнее Третьего поколения Но третье поколение Чинится легко И она Чуть более умнее, что ли Вот А по защитам Все тут нормально Вот Поэтому Вот такой вот был обзор На второе поколение Если у вас есть какие-то проблемы То вот я вам назвал 12 причин Что вам нужно смотреть Вам нужно 12 12 узлов посмотреть А потом только писать Вот второе поколение Не заливает Или заливает-саливает Или не до заливает Или не набирает воду В теплообменник Я, в принципе, на все ваши вопросы ответил Ну что ж, все Собираем И увидимся уже в машине И вот эта красная Лампочка Индикация О том, что она работает Для второго поколения Это считалось Как бы Премиум фишка Если сейчас В третьем поколении Индикация везде есть А премиум фишка Это проекция То раньше Они практически все идут без лампочки С лампочкой С лампочкой Это считается Прямо жирная комплектация Она работает хорошо Вы слышите Прямо жих-жих То есть напор Отличный Крывчатка в отличном состоянии Не развалившийся То есть Машина тоже работает Здесь 15 минут Вот сейчас изменился поток воды Шум изменился Соответственно Сработал актуатор Переключил там Да, слышно, что уже Теперь вот здесь Вот здесь И теперь вот здесь Я слышу То есть сначала Снизу поработало Теперь Теперь вот здесь Она отработает То есть актуатор Работает адекватно Отлично Проблем никаких нет Все штатно Ошибок нет Вот Кстати, эти модуля Очень часто Не показывают ошибку То есть Она может Не заканчивать режим Или что-то Если современные Третье поколение Всегда У нас выдаст Какую-либо ошибку По тену Или что-то Тут она При нажимании Определенной комбинации Только выдаст ошибку Не будет такого Что она будет Как в териною поколение Е15 Вот так моргать Моргать Пока вы что-то не сделали То есть Она даже Если вы воду Залете в поддон Она просто Ее будет сливать Что-то там Может быть Пищать Может быть Не пищать Но конкретно Ошибку по переливу Она вам Не выдаст Ну все Работает Открываем И Трогаем Да Все Уже тепло Да Прошло там Буквально 10 минут Мы на мелкую Морку Все уже тепло Вот Пара Видно нет Короче Она уже греет Ну и Проблему мы решили Здесь тоже смотрим Все форсунки Как и в третьем поколении Ну я уже посмотрел Вам не сказал Видите Все везде чисто Значит Качество мойки Тоже будет На высоком уровне Вода тут тоже Вся чистая Таблетка Открылась Ну в принципе Значит все работает Пусть она просто Отработает свое Хотя можно даже Ладно Да Пускай отработает Закрываем И сразу она работает То есть В третьем поколении Закрываем Она так Чик-чик-чик-чик Делает некий Анализ Тут она Можно сказать Немножко Туповато Ну как туповато Тут больше Механическая То есть Вы закрыли Все Микрик замкнулся Все Дальше пошла работать В современных Она опять там Анализ делает Чем я закрыли Зачем Посылает обратную связь Там на клапана Все ли нормально Ничего ли не отключили Тут открыли Остановилось Закрыли Просто дальше Начало работать По своей программе То есть Ну это нормально Потому что Современные посудомойки Они очень умные Это я не раз говорил В своих видосах Поэтому тут В плане ремонта Ее Честно говоря Легче ремонтировать Чем третью посудомойку Если просто Не то что Третье поколение Сложно ремонтировать Но это легче Тут просто Самая обычная логика И нет каких-то Сложных Технических Решений Да Как измерение Уровня воды Рез насосом Как обратная связь Тут такого вот Нет Так что Ремонт окончен Выходим Все Мы закончили С клиентом Еще пообщались У него На даче Или на втором доме Я не знаю Есть еще Стиральная машина Где был Два мастера Или мастер Два раза был Стиральная машина Бош 2000 года С большим дисплеем С большой Такой синей кнопкой Вот этот Андроид Сзади меня Кстати Кибертрак Вот Киберпанк Вернее Едет Блин Я бы его пропустил Чтобы вам показать Ну ладно Так вот У него есть такая машина Вот сейчас Справа поедет Борк Вот у него Есть такая машина И проблема И проблема в том Что закрутили Подушку А ее Начало так Трясти Ну машинку Ни разу Не ремонтировали За 24 года И после этого Она не запускается Обычный режим Не запускает Обычный режим То есть Режим Ожима запускает Обычный Не запускает Говорят Что смотрели Модуля Все остальное Смотрели Но тем Тем интереснее С точки зрения Контента Такой заказ Типа было Там 2-3 мастера А потом я пришел Там починил Вся херня На самом деле Как бы Мне больше интересно Не в том плане Что я починил А кто-то не починил А в том Что у меня Такой машинки Не было То есть Машинка 2000 года Это первые Можно сказать Умные машинки Там с датчиком Взвешивания С Аквасенсором Прикрепитесь 25 лет назад Уже аквасенсор был То есть Вы не думайте Что сейчас Технологии Развиваются В никуда Они все Давно уже Было придумано Поэтому мы В пятницу Туда поедем И я запишу Контент Ради того Чтобы сделать Так сказать Мини обзор Вот как сейчас Сделал на второе Поколение Так и туда Сделаю мини обзор И Ну что ломает По сути Это Макс 5 На супер 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 Максималках По сути По факту Вернее Так Здесь я думаю Видос в целом Получился Интересный Что много Что я вам Рассказал Я думаю Вы мастера Очень часто Сталкиваетесь С этим Поколением Сейчас повторюсь Я уже Его не беру Потому что Было Первый раз Приехал Второй Третий У меня даже Был такой случай Причем По рекомендации Все это По сарафанке Прихожу Потек сальник Ну течет Я открываю машинку Переворачиваю Там прям сальник Надорван Сальник от Сливного насоса К улитке Хорошо Он стоит там 2000 Все оригинал Заказали Поменяли Все работает Машинка Поработала Неделю Я уехал Денис Говорит Снова потекает Приезжает Мой мастер Хороший Он говорит Слушай Течет Этот Ну вот Потек Из-за Из-за Редз Насоса Я говорю Да он Нет У меня точно Говорю Не тек Все Ладно Поменял Он ему Крыльчатку Из-за Сальник И крыльчатку Редз Насоса Она проработала Еще неделю После этого Снова потекла Приезжает Снова Саша Я по-моему В отпуске Или я не помню Где это было Случай был Года два назад Наверное Не помню Показывает мне Видос Что потекла Вот эта Мембрана Тена Я говорю Вот прям Показывает Что она течет Я говорю Ну ты же туда Не лазил Нет вообще Горячанку менял Хорошо Причем Мы сразу Сказали клиенту Что вот Он Второй раз Когда начал Ремонтировать Саша Он говорит Клиенту Я клиенту Сразу сказал Муж Как бы Ну нафиг Вот что-то Она Неделю проработала И другая поломка Он говорит Нет Верьте в себя Мы сейчас Ее починим То есть Человек один раз Отдал деньги Там тысяч 6 По-моему Я не помню И потом говорит Нет Давайте уже Доделаем ее А мы его Мягко Отговаривали От этого Так вот Поменял он Эту мембрану Пишет Одну ему Четвертый раз Саша И мне Причем Пересылает сообщение Из-под двери Теперь капает Да еб Блин Из-под двери Капает И после этого Сразу сообщение Прошу вернуть Деньги Потому что Машинка По факту Не работает Я говорю Вы когда К зубному Идете И вам Вам один Ну то есть Вам пломбирует Один зуб А завтра Заболел Другой зуб Вы тоже Просите Вернуть деньги За все зубы Которые вы делали Причем Причем тут вообще Это Вот Я ничего не знаю Буду Короче Какой-то Написал Типа Адвокаты Пусть решают Ну в итоге Никто ничего не решил Естественно Потому что Это Бред Полный бред Что он написал Причем Человека Переждаешь Но после Вот таких Вот случаев Он был не один Ну не с адвокатами Просто Приезжаю Второй Третий раз А как вы знаете Я С клиентами Не люблю Видеться чаще Чем два раза По одной технике Поэтому я с тех пор думаю Нафиг мне этим заниматься Все Легче мне отказывать В ремонте И Дальше уже Как бы Хотят чинить Пускай чинят Все Но я когда вижу Что корзины ржавеют Все Вот мне просто Общий вид фоткают Она там не включается Просто ржавые все корзины Плюс она там в жиру Я такой Нет Это уже Ну давайте мне 35 тысяч Я вам все новое поставлю Она проработает еще 10 лет Кто будет за 35 Ремонтировать машинку Которой 15-20 лет Поэтому я отказываю Но для видоса Вот вам показал В такой случае Который На данном видосе Естественно Да Да Имеет смысл Никто не спорит Это хорошая машинка Чистая Красивая За ней ухаживают Я думаю Ну 5 лет Она может поработать Вот Может быть Мембрану скоро Мы поменяем Через год Два Три Ну а так в целом Как бы Пока что работы хватает Я отказываю Это второе поколение Либо отказываю Либо говорю Если прям очень хотите Ремонтировать Ну давайте Там напарника пошлю Вот И напарник там Любит Ковыряться В этих вторых поколениях Где-то То есть Это не то что Старье Я это не делаю Не люблю А то что Есть ремонты Где имеет смысл Вкладываться Это относится Очень часто К старым машинкам Там Кайгэшкам Двадцатилетним Которые у меня Были на Канале Не один раз Но есть техника Есть опыт И как бы Пятилетний опыт Он все равно Дает тебе Собрать какую-то Инфу Что Вот ты отремонтировал Держишь с клиентом Связь И если в течение Пяти лет Он тебе не звонит То ты понимаешь Что эту технику Примерно Ты можешь Ремонтировать И говорить Что ну Пять-семь лет От работы Дальше не знаешь А вот эту технику Где раз Случай Два Три Нет Есть конечно Много случаев Где люди И не звонили Где я ремонтировал И не звонили По пять лет И все остальное Но Если у меня Набирается Там пять Звонков В течение Двух-трех лет То да То я как бы Говорю Все Вот я сделал Допустим Пятьдесят заказов Из них Сделал Допустим Пятьдесят заказов Из них Десять заказов С повторками В течение одного года Все Я уже От техники Начинаю От этого Отказываться От этого Так с китайцами Бывает и так То есть Мне буквально Двадцати процентов Гарантий Ну не гарантий Повторных ремонтов Хватает Чтобы А техники Уже Ну Сложить какое-то Впечатление За какие-то года Ладно Короче Много болтовни Всем спасибо за внимание Надеюсь видос был полезным Подписывайтесь На телеграм канал Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...